Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. 12 апреля прозвучало легендарное «Поехали!» и в 9 часов 7 минут корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур. Полёт продлился 108 минут, и тогда весь мир узнал имя первого космонавта. Однако за этой легендарной экспедицией стояли годы разработок и работы целой команды учёных. Наш корреспондент Наталья Чегет взяла эксклюзивное интервью у человека, чей отец принимал непосредственное участие в изучении воздействия невесомости на человеческий организм в начале 60-х годов прошлого века. Полёт Юрия Гагарина положил начало новой эпохе космической. А ведь до полёта Гагарина была проделана огромная подготовительная работа учёными, инженерами, конструкторами и испытателями. Одним из врачей-экспериментаторов был Анатолий Иванович Горшков. Накануне юбилейной даты наша съёмочная группа встретилась с сыном Анатолия Ивановича, Иваном Анатольевичем, который рассказал, как работал его отец, и проходили исследования. Как раз в это время в стране шла подготовка к первому полёту человека в космос. И отца направили в воинскую часть, которая стала впоследствии называться Научно-исследовательский институт авиационной и космической медицины. Он попал в группу по изучению вестибулярного аппарата. Конечно, первый полёт человека в космос подразумевал много проблем и трудностей. Учёные и исследователи просто не знали, как человеческий организм отреагирует и перенесёт экстремальные перегрузки. Одна из основных проблем для человека на орбите — отсутствие силы тяжести. Невесомость серьёзно влияет на организм, в том числе оказывает воздействие на вестибулярный аппарат, от работы которого зависит чувство равновесия, координация движения и ориентация в пространстве. В составе группы с Анатолием Ивановичем был будущий академик Газенко Олег Георгиевич, Юганов Евгений Михайлович и многие другие, которые изучали воздействие невесомости на человека. Кстати, поведение в состоянии невесомости тренировали отдельно. В самолёте Ту-104 оборудовали пространство, покрытое мягкими матами. Самолёт взлетал на высоту 10 километров, а затем отключал двигатели и падал на протяжении 35-40 секунд. За это время будущие космонавты, испытывавшие ощущение невесомости, должны были выполнять упражнения на координацию, принимать пищу или записывать свои наблюдения и ощущения. Анатолий Горшков также был непосредственным участником этих экспериментов. Кроме того, чтобы проверить воздействие перегрузок на человека, Анатолий Иванович в начале 60-х годов провёл небезопасный эксперимент, став его непосредственным участником. Он крутился на центрифуге в течение суток с нагрузкой 2G. Это составляет двойной вес человеческого тела. И во время эксперимента у него произошла нештатная ситуация. Свет в кабине центрифуги, которая герметично закрыта, и обратная связь отключилась. Отсюда началась неприятная, лёгкая паника. В общем, он сумел справиться. Через два часа только свет включился. Но он продолжил эксперимент и также закончил. То есть все сутки он не выходил, не покидал места эксперимента. В последствии весь полученный опыт и обобщенный материал стал использоваться и до сих пор применяется в тренировках космонавтов и входит в обязательную подготовку экипажей, отправляющихся в космос. Я очень благодарен отцу за вклад в развитие и покорение космоса. Он является примером для меня и для моих сыновей. Я хотел бы склонить голову перед многочисленной командой людей, привёзших страну к этому успеху. И не без гордости могу сказать, что среди них был и мой отец, Горшков Анатолий Иванович. Со времени полёта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в космосе побывало уже более 500 человек из разных стран. И космонавтика продолжает активно развиваться. Строятся ракеты и корабли для полёта к Луне и Марсу. И может быть в скором времени, благодаря учёным, конструкторам, врачам и другим специалистам, человечество сделает новый шаг на пути освоения космического пространства.